бип-бип человеке сейчас я расскажу вам историю которую мы возможно сможем увидеть в клёвом мультфильме зверополис 2 ну а мы начинаем короче погнали наступило недалекое будущее а точнее 2077 год произошел мощный технологический скачок животные массово стали менять части своих тел на искусственные импланты которые значительно увеличивают их силу и выносливость медицина тоже не стояла на месте были разработаны препараты которые замедляют процесс старения организма в несколько десятков раз несмотря на то что прошло уже примерно 60 лет никакой джуди практически не изменились они все еще работают в полиции зверополиса и защищают свою родной город от преступников с бионическими лапами если наши пушистые герои ни капли не состарились благодаря чудо-вакцине то зверополис полностью стал другим небоскребы выросли до небес повсюду огромные неонные вывески голограммы летающие машины роботы помощники а также много других необычных технологий которые наш мозг сегодня даже представить не может но не все так хорошо в мире будущего банды прокачанных животных наводнили зверополис в одну из них вступают супостаты у которых вместо лап были вживлены высокотехнологические культяпки со смертоносным оружием они в последнее время вообще потеряли страх грабежей нападения на высокопоставленных лиц похищение и убийство их даже полиции побаивается ник и джуди отчаянно боролись с ними наши пушистые герои отлично понимали что если они сделают один неверный шаг то их просто превратят в фарш поэтому им приходится действовать под прикрытием не привлекая к себе лишнего внимания помимо прочего в зверополисе была масса новых развлечений к примеру любой желающий мог подключить свое сознание к матрице чтобы попасть в виртуальный мир и на время забыть про свои проблемы лис крольчих и как раз собираются туда заскочить после тяжелого трудового дня морковка давай сейчас используем аватары коней или морских свинок предложил рыжий парень а ты не помнишь когда мы в последний раз занимались любовью в реальном мире спросила ушастая девушка у своего мужчины кажется 20-30 лет назад а что немного задумавшись ответил самец может быть нам стоит тряхнуть стариной и сделать все по старинке предложила джуди ну блин мы же еще столько животных не перепробовали возразил николас давай сегодня станем конями а уже завтра мы сделаем это в кроватке добавил он обняв свою девушку нужно просто будет прикупить специальные таблеточки мне все-таки уже 93 года сама понимаешь не все работает как надо ловлю тебя на слове мы рыжий старичок ласково ответила морковка втыкая штекер в свой затылок ник сделал то же самое через секунду они попали в виртуальный мир загрузившись тела коней наши пушистые герои попали на песчаный берег лазурного моря там было необычайно красиво они лежали под открытым небом и долго целовались а потом прыгнули в воду им было очень хорошо никто не мешал и ничто не отвлекало ника и джуди занимались любовью как в первый раз растворяясь друг в друге без остатка я люблю тебя моя кобылка нежно сказал довольный самец сам ты кобылка фыркнула его девушка я конечно же тоже тебя люблю добавила она а потом поцеловала своего парня приятно проведя время наши пушистые герои вышли из искусственного мира а потом легли спать на следующий день они запрыгнули в свою летающую тачку и отправились в полицейский участок на работу за последние 60 лет там тоже многое изменилось вместе с ником и джуди теперь работают уже совершенно другие животные их начальник тоже поменялся в этом ничего удивительного нет ведь прошло столько много времени не успели наши пушистые герои переступить порог родного департамента как их тут же отправили расследовать новое дело из одной лаборатории была украдена секретная разработка лучшие ученые и программисты всего мира очень долго работали над одним чипом который может в ближайшем будущем полностью перевернуть абсолютно все сверх на голову так вот эту штуковину каким-то образом выкрали неизвестные звери несмотря на то что на этом предприятии высочайший уровень охраны такого просто не должно быть но это почему-то случилось возможно среди сотрудников был крот которого нужно вычислить а может быть и что-то другое ник и джуди полетели на встречу с президентом компании который должен был поподробнее рассказать о том что произошло что же это за чип спросил рыжий полицейский я не могу сказать это коммерческая тайна решительно ответил толстосом короче все понятно иди туда не знаю куда найди то не знаю что фыркнула крольчиха недовольным голосом если вы хотите чтобы мы вам помогли то вы должны нам полностью довериться начала объяснять она действительно мы самые опытные детективы во всем зверополисе говорите все по делу или мы уезжаем рявкнулись скале зубы ладно ладно походу у меня другого выхода уже нет начал говорить бизнесмен моя компания долгое время разрабатывала чип цифрового бессмертия он позволяет полностью перенести сознание абсолютно любого животного в виртуальный мир объяснил он то есть мы можем вечно жить в матрице и нам больше не потребуются наши бренные тела решил уточнить николас именно так я даю вам полный доступ ко всей технической документации списком сотрудников и записям с камер видеонаблюдения мы сделаем все что в наших силах обнадежил его рыжий лис а потом попросил выделить отдельный кабинет чтобы он смог уединиться вместе с джуди и приступить к поиску улик в будущем научились строить нереально высокие дома верхушка небоскреба выходила в стратосферу вид из окна был просто потрясающий ярко светили звезды а луна просто поражала своей ослепительной красотой наши пушистые герои никогда такого не видели им никак не удавалось начать работать они просто сидели и смотрели в окно слушай морковка я хочу с тобой прямо здесь заняться любовью нежным голосом прошептал рыжий парень ты же говорил что тебе нужны таблеточки для этого дела удивилась его ушастая подружка похоже что они мне уже не нужны видимо эта яркая луна на меня так повлияла ответил николас а потом начал целовать свою девушку через секунду наши пушистые герои побросали одежду а потом вместе улеглись на огромном столе их тела сплелись вместе и они стали одним целым через пять минут они отдышались а потом повторили все сначала неугомонный лист никак не мог остановиться ему было все мало ник нежно ласкал джуди гладил ее ушки и хвостик какой же ты ненасытный подметила крольчиха отчего ты хотела мы больше 30 лет занимались любовью только в матрице я соскучился по твоему настоящему телу улыбаясь ответил он а потом начал облизывать ее мех начиная с шеи опускаясь все ниже и ниже ты просто самый лучший простонала ушастая девушка ты тоже самое лучшее ответил рыжий самец вдоволь пообнимавшись и наговорившись наши пушистые герои нехоти встали и начали одеваться им нужно было начинать заниматься расследованием чтобы найти преступников которые украли чип бессмертия внимательно пересмотрев записи с камер видеонаблюдения они так ничего и не увидели записи явно подменили этот чип не мог просто взять и сам испариться сказал ник разводя лапами сотрудники работавшие с ним в день кражи были досконально проверены сообщила крольчиха смотря на личные дела ученых компании им даже рентген делали на выходе чтобы они его не смогли бы проглотить и вынести в желудке искусственных частей тела у них тоже нет добавила она смотря косым взглядом на своего напарника может быть какой-нибудь мелкий зверек пробрался через вентиляцию этого просто не может быть лаборатория напичкана разнообразными датчиками и ловушками значит систему взломали кто вообще способен на такое это же просто невозможно а кто программировал алгоритмы для защиты или может быть вносил изменения в код тут в документе указано что полгода назад были сбои в системе безопасности в результате чего пришлось перенастраивать искусственный интеллект системы этим занимался баран по имени джон фул через пятнадцать минут наши пушистые герои прыгнули в свою летающую тачку и отправились навестить этого мелкого проказника прибыв в намеченный пункт назначения они зашли в дом где жил этот программист постучавшись в дверь им никто не открыл тогда ник и джуди начали опрашивать его соседей оказалось что этот баран погиб полгода назад раньше он общался с мордоворотами из банды видимо они его придушили после того как использовали в своих корыстных целях мне не хотелось бы связываться с этими монстрами признался лис испуганным голосом они нас просто разорвут своими кибернетическими лапами добавил он проглотив слюну твой же друг финик тусуется с ними давай у него спросим предложила крольчиха а это хорошая идея улыбаясь ответил лис через полчаса наши пушистые герои смогли найти своего маленького товарища он рассказал что у зверей из банды явно происходит какая-то движуха в последнее время эти твари планируют продать какую-то нереально дорогую штуковину а потом купить себе мощное оружие а также более крутые импланты нам нужно узнать где и когда будет происходить сделка задумчиво произнес рыжий полицейский не переживай наши спутники найдут главаря банды в любой точке планеты большой брат следит за всеми ответила морковка в итоге так и случилось буквально через пару часов слежка за боссом механизированных животных была установлена эти супостаты огромной толпой направлялись на небольшой заброшенный склад который находился на окраине зверополиса наши пушистые герои вместе с небольшой наемной армией отправились на штурм была настоящая бойня животные из банды кромсали всех на куски не зная жалости но в итоге они были побеждены все-таки вооружение у хороших парней было намного лучше ими установки сделали свое дело и быстро обездвижили противников ник вырвал чемоданчик из лап самого главного громилы открыв его он умедился что чип на месте после этого лис вздохнул с облегчением потом николас оглянулся по сторонам чтобы найти джуди но ее не было рядом пробежавшись по длинным коридором он нашел свою девушку лежащую на полу она была серьезно ранена и истекала кровью ее быстро доставили в больницу врачи в один голос говорили что шансов на то что крольчиха поправиться практически нет рыжий лис сидел возле нее держал за лапу и сильно плакал вдруг совершенно неожиданно в палату зашел президент компании для которого наши пушистые герои искали этот злополучный чип я сочувствую тебе николас уайлд поддержал его бизнесмен если хочешь то я могу перенести сознание твоей девушки в виртуальный мир пока она еще жива рыжий лис согласился на это а еще он захотел тоже попасть туда потому что жить без своей любимой в этом мире уже нет никакого смысла пусть их бренные тела умрут но сознание сохранится в цифровом пространстве миг и джуди будут вместе навсегда они будут любить друг друга бесконечно продолжение следует на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на канал всем пока сбора повествовать коре не петят не качите это вместе навсегда сферополис жарчам и снимом и второго взялись вместе буду полюбому а сверополис 2 корень и питат не качите это вместе навсегда сверополис и чтобы Субтитры сделал DimaTorzok